Они обещали большие деньги, но лишь богатели сами. Речь о сомнительной инвестиционной компании. В её сети попали сотни человек. От пенсионеров до именитой балерины Анастасии Волочковой. Обманутым людям заявляли, что их сбережения будут крутиться на мировой бирже. Но наличные, похоже, осели в чужих карманах. Сумма не маленькая, порядка 7 миллиардов рублей. Руководитель конторы в розыске, а его подопечные, похоже, вновь зазывают наивных клиентов. Схему обмана изнутри изучил Андрей Романов. В тесной комнатушке на окраине Новосибирска двухъярусная кровать и небольшой стол. Когда-то эта квартира принадлежала молодой маме Анне Князевой. Два года назад она продала единственное жильё и вложила деньги в сомнительный финансовый проект. Сейчас Анна вынуждена арендовать свою же квартиру у нового собственника. Эта идея, конечно, рисковая была вложить все деньги с продажи квартиры. Но способы заработать я не видела. Два с половиной миллиона рублей Анна перевела на счета инвестиционной компании QBF пару лет назад. Сомнительная контора была на пике популярности. Финансисты через интернет и с экранов телевизоров обещали едва ли не удвоить средства вкладчиков. Сеть филиалов росла как на дрожжах. Вот, например, руководитель компании Роман Шпаков выступает на открытии представительства в Калининграде. Удивлять, наверное, мы будем в первую очередь своим профессионализмом и качеством той работы тех продуктов, которые мы предоставляем. Клиенты QBF вскоре и правда неприятно удивились. Внезапно выяснилось, что солидная контора, которая занимала три этажа в одном из небоскрёбов Москва-Сити, оказалась банальным лохотроном. По некоторым данным, вероятные мошенники выудили у доверчивых людей около 7 миллиардов рублей. После чего лощеный руководитель инвесткомпании сбежал за границу. Этого человека зовут Шпаков Роман. Он главный бенефисар и собственник всех этих фирм, и этой структуры, и этой идеи мошеннической. Вот это вот он здесь же, в образе, который мы все хотим его видеть в ближайшее время. Компанию Шпакову за импровизированной решёткой составляют туп-менеджеры QBF. Говорят, они лично обрабатывали состоятельных клиентов. Я вложил 5 миллионов рублей во всю эту пирамиду и предполагал, что я получу по итогам года доходность, ну, наверное, процентов 60. Исходя из того, что я видел, как зарабатывают другие. По факту я потерял всё. На предложение Лавкаче из QBF купилась даже знаменитая балерина Анастасия Волочкова. Купилась и потеряла капитал, заработанный на шпагатах и фуете. Я вложила 2 миллиона рублей под 10% годовых. Подписали договор, у меня есть платёжное поручение, которое соответствует номеру этого договора. Но в договоре печати не было, потому что, ну, то есть это уже было мошенничество. Спустя год, 1 августа мне должны были вернуть эти 2 миллиона и 200 тысяч. Быстренько менеджеры исчезли и сказали, успели сказать, что мы не имеем уже к этой компании никакого отношения, мы просто сотрудники. Вот теперь мы уже не отвечаем ни за что. Число пострадавших росло как снежный ком. Обманутые вкладчики по нашей просьбе рисуют на белой доске реальную схему работы инвесткомпании. Людям обещали, что их деньги будут крутиться на мировом фондовом рынке. А на деле миллиарды, похоже, осели на частных счетах. Есть группа клиентов-инвесторов. Есть компания ИК-QBF. Клиенты заключали договор вот с этой инвестиционной компанией и передавали ей деньги. Инвестиционная компания передавала деньги своей на 100% аффилированной дочке. Кьюброкер отправлял эти деньги в офшоры. Помимо этого, деньги отправлялись в различные строительные объекты. Один из строительных объектов, через который лжеинвесторы, возможно, отмывали деньги, мы разыскали в Подмосковье. Несколько лет назад, когда люди активно несли свои деньги в компанию Кьюбеев, вот здесь, на Минском шоссе в Подмосковье, стремительно рос жилой комплекс Грибовский лес. Удивительно, но с тех пор, как финансовые потоки в инвестиционную компанию стякли, замедлились и темпы строительства, вот остался паспорт объекта. Здесь указано, что окончание строительства состоится, так, квартал 2021 года. Информации о том, какой квартал, не сохранилось. Но, судя по готовности объекта, едва ли он будет сдан в этом году. Инвесторам-аферистам удавалось даже водить дружбу с крупными коммерческими банками. Пенсионерка из Орехово-Зуевского района Нина Сигачева была уверена, что открывает вклад в серьезном финансовом учреждении и отдала все сбережения 350 тысяч рублей. Работник банка мне предложила 13-процентную доходность. Но она мне не сказала, что это не вклад, и слово «инвестиция» вообще не было про его говорено. Это я узнала только через год, когда решилась нет процента. Процентов нет, а ваши деньги находят на QBF, и приобретено опцион. Пока, и что там, и плохие дела. Обманутые вкладчики стали массово обращаться в полицию. Силовики отреагировали быстро. В разгар рабочего дня спецназ ворвался в обитель инвесторов. Но задержать удалось только рядовых исполнителей. Верхушка QBF исчезла. В ходе обысков, проведенных по адресам проживания фигурантов, и в офисных помещениях обнаружены изъятые предметы и документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. Двое активных участников противоправной деятельности заключены под стражу. Офис компании съехал в помещение попроще, но людям так и не вернули деньги. И кажется, понятно почему, когда мы вместе с обманутыми вкладчиками пришли в офис инвесторов, то застали в кресле руководителя бывшего гендиректора фирмы Станислава Матюхина. У вас порядка двух тысяч пострадавших и семь миллиардов пропавших денег. Вы почему еще до сих пор не взяли решетку? Удивительное дело, бенефициар Шпаков находится в розыске, а его правая рука Станислав Матюхин на свободе. Неужели у правоохранителей нет к нему вопросов? Вот скажите мне, пожалуйста, куда делись мои личные деньги? Наши деньги находятся... Обманутые вкладчики вызвали в офис полицию. Силовики описали компьютеры и забрали Матюхина с собой. После краха конторы ее сотрудники разбежались. Говорят, многие устроились работать в другую инвестиционную компанию. Она находится вот в этом бизнес-центре на Савинской набережной Москвы. Мы побывали там и увидели, как финансисты принимают у людей деньги. Инвестиционная компания, в которой нам будут делать коммерческое предложение, находится вот за этой дверью. Она закрыта, и попасть сюда по сторонним очень сложно. Даже вот такой пропуск, который мне выдали в низу на ресепшене, здесь просто не действует. Зайти можно только с помощью сотрудника. Очевидно, что сторонних людей здесь не любят и пускать не планируют. Вместе с одним из обманутых вкладчиков QBF заходим в офис под видом доверчивых клиентов. Наш спутник сразу узнает в разговорчивых девушках бывших сотрудниц QBF. Дамы предлагают вложить в проект компании 10 тысяч долларов и обещают невероятную прибыль уже через год. Ну а доходность, вы говорите, там 200 процентов, да? Ожидаемая, да. Красноречие убедительных дамочек быстро исчезло, едва они увидели удостоверение журналиста. А куда вы уходите? Пока неизвестно, проснутся ли новые вкладчики миллионерами. Анна Князева из Новосибирска в такие схемы больше не верит. Мать двоих детей вновь ищет деньги, чтобы выйти на рынок, но уже не на мировой фондовой, а на городской продуктовой. Ну вообще в отчаянии. Не знаю, как я буду детей принимать, деньги искать. Андрей Романов.